Премию губернатора «Молодой ученый года» вручают с 2015 года. Ее ежегодно получают 18 человек. Претендентами на присуждение премии в этом году стали более 80 ученых, представители шести вузов и трех предприятий города. Среди них инженеры, географы, медики, аграрии, машиностроители и специалисты в области права и юриспруденции. Некоторые разработки уже внедряются на рязанских предприятиях. Например, результаты научной работы Кристины Переверзевой сейчас на стадии внедрения в лечебный процесс кардиологического диспансера. То есть в трех поликлиниках Рязанской области случайным образом были отобраны пациенты, которые обращались к врачу в 2012-2013 годах с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, соответственно, мы смотрели то, как эти пациенты обследуются, как они лечатся, какие результаты такого лечения. Посмотрели, что можно сделать лучше и создали письмо, которое, в общем-то, и направлено на то, чтобы сделать лучше. Среди награжденных сегодня профессор кафедры вычислительной и прикладной математики Рязанского радиоуниверситета Геннадий Овечкин. Он занимается наукой уже 14 лет. Награду сегодня получил за разработку методов декодирования помехоустойчивых кодов, если говорить проще, за систему исправления ошибок при передаче больших цифровых данных. При организации любой системы передачи данных, при передаче данных по каналам с шумами возникают ошибки. В ряде случаев эти ошибки недопустимы. Например, передаем банковские счета денежки, данные сказились и возникает проблема, крах. И в этом случае, для того, чтобы данные ошибочки исправить, необходимы методы помехоустойчивого кодирования. Разработки рязанских ученых работают и на сельское хозяйство. Вероника Чурилова с единомышленниками разработала экологически безопасный нано-биопрепарат для обработки будущего урожая. Показывает очень хорошие результаты, то есть повышается урожайность до 30% и качество. То есть, если хозяйство, допустим, использует обработку семян стимуляторами роста, плюс регуляторы, пестициды, то за счет данной разработки можно это все существенно снизить и плюс также хозяйство выгодно, меньше тратится. О том, как новые технологии будут использоваться и применяться, эти молодые люди думают заранее и считают, что разработки не должны оставаться в докладах и просто обязаны находить применение в реальной жизни. Алена Куколева, Игорь Глотов, Телекомпания «Город». Алена Куколева, Игорь Глотов, Телекомпания «Город».